Узбекский мастер 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 тайским боксом. У них очень много чемпионов, ну а тайский бокс это один из самых жестких и зрелищных видов единоборств в современном спортивном мире. Но в любом случае, именно бокс у них в свое время очень большие, в боксе больших результатов добились именно на Олимпийских играх. Первая олимпийская награда была завоевана в 1976 году. Паяу Понтарат это сделал, завоевал он бронзовую награду. Ну а первое золото было завоевано в 1996 году в Атланте с Амлуком Камсингом, то есть можно сказать вместе с Казахстаном они взяли золотые награды в Казахстане, в Атланте. Вы конечно же знаете, лучшим из лучших стал Василий Жиров, кроме того он стал обладателем кубка Велла Баркера. Ну и вот, всего в боксе у них не так много медалей, но в любом случае они работают, тем более в последние годы снова идет возрождение, некое возрождение тайского, тайландского бокса, именно любительского бокса, чтобы не путали его с тем видом спорта, где можно применять лоу-кики, где можно бить коленями, локтями. На последней Олимпиаде было четверо тайских боксеров, и среди них это как раз-таки Вуттичай Масук, которого вы видите в синих перчатках. Ну а сборная Узбекистана, как выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, это конечно же отдельного комплимента стоит Хасамбой Дусматов, вот я вижу его на трибунах, он болеет за своего земляка, они оба из Андижана, и конечно же за Холдорова, он наверное, как говорят в спорте, топит громче всех, больше всех. Также Шахобиддин Заиров, вы видели его чуть ранее, проиграл он нашему Хайрату Иралиеву в очень зрелищном противостоянии. Ну и третий у них был чемпион Олимпийских игр, это Фазлидин Гаибназаров, как раз-таки в этой весовой категории, до 64 килограммов. Три героя Олимпийских игр завоевали первое общекомандное место, были у них и серебряные и бронзовые награды, тот же Шахрам Гиясов, который проиграл нашему Данияру Елиусинову. Ну а сейчас второй раунд между спортсменами данной весовой категории, до 64 килограммов. Немножко потише встал в зал, понятно, что на ринге нет казахстанского мастера кожаной перчатки, поэтому люди сейчас просто, получается, наслаждаются боксом в этом противостоянии. Молодой узбекский боксер, ну видно, наверное, даже по лицу, уважаемые телезрители, особенности, это заметно в экранах своих телевизоров, словно мальчишка выглядит узбекский боксер Болжон Холдаров, но тем не менее нельзя попадать под это мнение, очень мастеровитый спортсмен, который уже давно знает, что такое взрослый ринг. Очень часто здесь мы видим клинчи, тайский боксер очень хорошо знает, как нужно вовремя ночевать спортсмена. Ну, последний удар справа сейчас наносит Масука Вуттичай. И второй раунд завершен. Не сказать, что можно выделить здесь явного фаворита противостояний. Пока что оба мастера кожаной перчатки ведут себя на равных возможностях, в равных условиях. На 7 лет старше, напомню, своего соперника Масука Вуттичай, участника Олимпийских игр. Вот сейчас показывает удачную серию узбекского мастера кожаной перчатки. Удар слева попадает он хорошо по тайцу. Очень быстрые руки у Икбалжона Халдарова. Да, уважаемые друзья, помимо этой весовой категории, где мы увидим нашего Бегдаулета Ибрагимова, сразу же после данного противостояния он встречается с Алиером Нуралиевым из Узбекистана. Также на ринг выйдут наши Абалайхан Жусыпов. Жусыпов, Асланбекшим, Бергенов, Аманкул Абельхан, Абельхан, Ерик Кальжанов, Нурдавлетов Бекзад, Бек Нурмаган Бет, Абзал Хутыбеков, Василий Левит, Антон Пинчук, Камшебек Хонхабаев, Даврен Нулы Айболдэ и Нурлан Сапарбай. Практически в каждом весе есть наши представители. Сейчас хорошо справа снова попадают узбекские мастер кожаные перчатки. Снова есть удачная серия. Высоко поднятые руки у тайца. Огрызается он очень неплохо. Сумел попасть он по узбеку, Но такая вот обоюдная, на обоюдных парах идут спортсмены. Сейчас у тайца выдалась удачная двойка. Зрителей сегодня в спортивном комплексе Даулет гораздо больше, нежели это было на стадиях квалификации. Ну и понятно, что выходной день, и очень многие наверняка и знали про этот турнир, Кубок Президента, И пришли поддержать казахстанских... Более, что наши выступают здесь на очень высоком, На привычно высоком для нас уровне, Хотя есть и свои потери. Отмечу, что Илья Сулейменов, к сожалению, Проиграл финалисту чемпионата мира Дико Ламонте Рейгину Из Соединенных Штатов Америки. Также одной из сенсаций, Одного из прогрешей стал Назым Казайбай От 19-летней Намики Цукиме В полуфинале И тем самым в этой весовой категории Не будет казахстанских Девушек-боксеров. Ну и, наверное, Самой приятной победой на сегодня, Помимо победы Харата Яралиева Над олимпийским чемпионом Заиром Шахобиддиновым, Стала победа Ержана Жумарта Над Очень интересным боксером из Индии Нутлаи Лалби Акима Вы знаете, как Индийский боксер Сумел просто Разобраться С Хасамбоем Дусматовым Олимпийским чемпионом Обладателем Кубка Вэлла Баркера из Узбекистана Подстроился Подстроил, точнее, под свой стиль Индус Узбекского спортсмена И тем самым сумел на скоростях Выиграть этот бой Ну а Ержан Жумарт Написал свой сценарий К этому полуфинальному противостоянию И сумел Выйти победителем из этой встречи Поэтому Ждем Ждем Ержана Бронзового призера чемпионата мира На Финальном Финальном бою Хорошо на ногах Работает сейчас Игбал Джон Халдоров Но это не спасает его От длинных рук Тайского боксера Наседает он В конце этого раунда В конце поединка И сейчас мы Точно узнаем Кто станет победителем И первым финалистом В этой весовой категории До 64 килограммов Вообще Сборная Казахстана Это весовая категория Считается Ну История так расставила По своим местам Что она Такой некий трамплин Для будущих Олимпийских побед В свое время И Серик Сапиев Выступая в этой весовой категории Становился дважды чемпионом мира Сейчас давайте посмотрим Как Игбал Джон Халдорова Чествует победителем В этом противостоянии Субтитры сделал DimaTorzok